Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии шла речь о том, как наш Спаситель пришел в страну Годаринскую, и там его встретил бесноватый человек. Евангелие нам повествует, что он жил вдалеке от людей. Жил он не в доме, как обычные люди, а в огробах. За городом всегда были кладбища. А на Востоке было принято хоронить людей в пещерах или искусственно приготовленных погребальных камерах. И там, в этих погребальных пещерах, жил этот бесноватый человек. Можете себе представить, какими историями обросло его имя. Человек, живущий среди мертвых, живущий в пустыне. Это наводило на людей ужас, особенно когда они приближались к тем местам и слышали неистовые крики бесноватого человека. Буквально кровь стыла в жилах от того, что они слышали и видели. И вот когда Спаситель пришел в эту Гадаринскую землю, то он направился именно к этому человеку. Это мы можем просто идти, идти и наткнуться на кого-то или на что-то. Случайно, как мы говорим. Спаситель не делал никаких в жизни случайностей. Он знал, кому он шел. Он шел к этому человеку, наводившему ужас на людей. Потому что он знал, что наступило время, когда можно освободить было этого бесноватого от бесов, которые жили в нем. Но сам бесноватый не подозревал о том, что подошло время его спасения. И бесы, которые жили в нем, как в гнезде, буквально они там плодились, потому что их было там множество, легион. Спаситель, когда подошел близко, то бесноватый, то бесноватый упал на колени перед ним и стал кричать, «Иисусе, зачем ты пришел мучить нас?» «Как тебе имя?» спросил Спаситель. «Легион», отвечают бесы, вместо человека. Легион бесов внутри человека. Это же каждый бес мучает человека. Но как-то этот бес попал внутрь самого человека. Когда это произошло, а вернее сказать, почему это произошло, знает, конечно, только один Бог. Но они никогда не входят без причины. Это всегда бывает особое попущение Божие. Апостол Павел говорит, что этого человека, блудника, нужно предать духу злобы. Да дух его спасется. То есть Господь попускает такому страшному страданию, чтобы человек спасся душой. входит, как правило, бес через какую-то страсть. Потому что страсть – это открытая дверь души для бесов. Эти бесы вошли через старые страсти, через старые грехи. Однажды человек, который был в монастыре Иверском. И, казалось бы, все хорошо было. И вот он ночью буквально просыпается от голоса внутри себя. И этот голос говорит, ты не выйдешь из этого порочного круга. Казалось ему тогда, что это какой-то конец наступил для его жизни. Потому что это было очень убедительно. Потом все продолжалось как обычно. Иногда Господь даже в святых местах показывает человеку, кто внутри Него живет. Пока человек живет мирской жизнью, не соприкасается с Богом, то он ничего такого не замечает. Потому что дьявола это вполне удовлетворяет остаться незамеченным в жизни человека и буквально высасывать с него силы и энергию. поэтому величайшее достижение бесов в современной жизни это оказаться для современников неизвестными. То есть современники не верят в существование бесов. Для беса это самое лучшее, что можно только придумать. То есть он может вести свою разрушительную работу в жизни человека, а человек даже никогда не подумает, кто же на самом деле мучает его. А вот когда начинает человек молитву отче наш читать, он говорит, не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. А до этого никто не просил, чтобы его избавили от лукавого. Его все устраивало, и многих наших современников это вполне устраивает. Они никогда не скажут этих слов, потому что для них нет такой проблемы, но это им только кажется, потому что рано или поздно дьявол обнаружит себя, обнаружит, потому что он заиграется с человеком, заиграется до такой степени, что уже начинает просто наглеть, и наглеет до такой степени, что делает человека позорищем, игралищем в своих нечистых лапах. И вот такой человек встретился на пути нашего Спасителя. Не мучь, говорит легион, не мучь нас. Это значит, что единственное, чего страдает бесовская сила, от присутствия Христа, который приходит в нашу жизнь. Но Спаситель пришел именно для того, чтобы изгнать этот легион из человека. И тогда легион просит, не отправляй нас в бездну. Бездна само по себе слово даже уже пугающее, ужасающее, потому что в нем нет дна, это бездна. это какая-то вечная глубина, вечная тьма. Тогда они просят, умоляют своей бесовской молитвой. Мы видим из этих слов, что бесы тоже молятся, они тоже имеют обращенность к Богу в молитве, но эта молитва не совсем та, которую хочет Спаситель слышать, потому что эта молитва исходит от неисправимого сердца и души. Они только от ужаса и страха не хотят возвращаться в бездну и поэтому просят Бога, потому что в руках Божьих жизнь всякого творения. Только Он содержит все в своей руке. Бесы боятся собственного ада. А разве мы не боимся собственного ада, который мы тоже построили? Потому что ад это единственное, чего не строил и не созидал в этом мире Бог. Это архитектура исключительно исходящая от ложного греховного ума. Бог не принимает участие в этом строительстве. Писание нам говорит, что аще не созижде дом Бог, то в суе трудится зиждущий. Но именно в строительстве этого дома, которое называется ад, Бог не принимает никакого участия. Строит его исключительно сам человек и дьявол. И когда бывает выстроен этот дом, то человек напуган, даже бес боится этого. Он боится заходить в это пространство, которое сам же и построил. И просят отправь нас в этих свиней, которые пасутся. И было стадо свиное, которое незаконно иудеи выращивали, потому что они не имели права выращивать свиней, потому что эти животные были нечистыми. То есть это было стадо греха, стадо преступности. Господь отправляет этих бесов в стадо свиное. И как будто невидимый вихрь вошел внутрь этих несчастных животных и они взбесившись побежали вдоль озера и низверглись из кручины в озеро и, как говорит Писание Утапоша. Это стадо свиней является неким образом, символом того стада свиного, которое есть в каждом из нас, потому что свиньи это прежде всего тучность, это жир, это удовольствие. Сейчас таки говорят побольше бы жиру. И человек жиру бесится, мы так часто говорим. Настолько жир переполняет человеческую жизнь, а это корм для бесов. Они только и ждут этого момента, чтобы насытиться, а тут им вскармливали иудеи через свой грех целое стадо. Вам может показаться, что это какая-то сказка, зачем вообще духом эта жирная свиная плоть. Она им абсолютно не нужна. Но единственное, что есть у свиней, то, что для бесов может быть неким удовольствием, это присутствие души, не вечной души. Но эта душа, это единственная пища, но поскольку она смертна, если умирает тело, то умирает тотчас и душа животного. И только душа человека бессмертна, а значит, ею можно питаться для духа злобы бесконечно. Человек это корм для беса. Они питаются душевной энергией, они высасывают из человека всю силу. И человек становится пустышкой, как тыква на день Хэллоуина. внутри тыквы выскобленной горит свеча в пустоте. Так и этот человек бесноватый, похож на эту тыкву, потому что внутри этой пустоты уже нет человека, а там есть только корм для этого животного, которое называется бесом. каждый человек после того, как он сделал грех, он чувствует пустоту. Мы так часто говорим, какая пустота на душе от того, что я сделал. Это потому, что нами попитались, нас поимели, нас выяли, выскоблили изнутри. Поэтому каждый грех это непрожитая часть жизни. То есть кто-то прожил нас, кто-то нас использовал и посмеялся над нами. Когда мы грешим, мы себе в это время не принадлежим. Мы собой в этот момент не владеем, и так часто и говорят люди. почему мы знаем, когда человек грешит, то в это время он как бы оказывается в забвении. Он говорит, это как будто было не со мной, все это вскружило мне голову, и я очнулся, проснулся только после того, как это уже произошло. пастух, который пас это свиное стадо целой деревни, потому что каждый давал свою какую-то свинью на выпас. Когда он увидел такую большую гибель, он побежал тотчас в деревню для того, чтобы рассказать о происшедшем скорости люди, гонимы любопытством. Любопытство это одна из таких страстей, которые сейчас толкают нас бесконечно смотреть интернет, читать газеты, хотя в общем-то ничего не вносит очередная новость в нашу жизнь, но было интересно, а что там произошло? Явно им было не до Христа, им было волнительно, почему свиньи погибли, хозяйство пропало, и когда они пришли, то стали просить Христа, а вернее, даже сказать, может быть, не они просили Христа, а может быть, те бесы, которые вырвались из этих тучных свиней, потому что они уже издохли в морской пучине, может быть, они уже переселились в этих гадаринских жителей, и потому что то же самое кричали «Уйди от нас», потому что недавно эти бесы кричали «Из бесноватого», и вот этот коллективный дух зла вошел в этих людей, и эти люди уже заменили бесноватого, наверное, им уже впору было жить в этих гробах вместо бесноватого. Они этого даже не заметили. Они говорили «Уйди от нас». Это кому они говорят? Творцу и Спасителю мира? Неужели он заслуживает этого? Он ведь пришел в эту темную страну гадаринскую, гиргесинскую, как ее еще называют, пришел для того, чтобы помочь этим людям? Но возлюбили они тьму паче света и поэтому сказали «Уйди». Они не заметили смиренно сидящего одержимого возле ног Спасителя, уже одетого, не голого, потому что раньше они ловили его целой деревней, связывали цепями, но он разывал эти цепи как нити и опять бежал на людей или в пустыню. Пустыня? Что это за место такое пустыня? Пустынь есть много, братья и сестры. Бывает настолько места пустые, несмотря на огромное количество общества, но бывает такое чувство, что там вакуум, какой-то первобытный хаос, такое чувство, что ничего нет. И все почему? А потому что в этих душах нет Бога. Это люди, которые ходят как тыквы пустые на Хэллоуин. и люди так хотят, чтобы Хэллоуин вылез наружу. Они так хотят этим духом злобы дать разгуляться хотя бы целый день. Это же ужасно! Как люди наши могли дойти до такого, чтобы наряжаться всевозможную нечисть, нелюдь всевозможную? А если эта маска прирастет к тебе? А если тебе понравится маска палача, то что тогда? А может быть так пустой внутри, что единственное твое существование только в маске, потому что твоей личной жизни нет, потому что тебя уже давно нет? Кто-то вместо тебя живет в твоей коже. И такое бывает. хэллоуин, братья и сестры, это не просто глупый нечестивый праздник, а это есть определенная тональность, это настроение в нашем обществе, когда люди могут так заряжать от каких-то абсолютно пустых вещей, они могут радоваться таким вещам, что многие скажут еще не подумавшие головой, ну вы знаете, ну людям же радостно, людям же приятно, Господи, если мы будем ставить приятно и хорошо и радостно критерием истины и правды, то многие могут пировать адскими пирушками, и такое мы уже тоже видели, и даже в нашем городе, и многие пострадали, ему тоже было здорово, он повеселился на бале у сатаны, а все потому, что люди ради того, чтобы получить удовольствие, готовы рвать эти петарды ночью, когда уже люди спят и отдыхают, они готовы буквально довести людей до инфаркта, до инсульта этими салютами, которые бомбят наш город, каждый можно сказать день. Неужели в этом есть определенная радость? Бомбануть! Это какой-то взрыв пустоты! Это было когда-то совершенно объяснимо и понятно, когда был парад победы, и люди знали, с чем это было связано. Но неужели если у каждого Эдика или Иночки будет день рождения, то нужно праздновать его взрывами петард таких или эти всевозможные пиротехники? Люди хотят, чтобы им вставило просто настолько внутренне звенящая пустота, что лишь бы хоть что-то зацепило рецептор. Это ведь ненормально, братья и сестры. И к этой культуре пустой псевдо, вернее сказать, культуре приобщается молодежь, она другого-то и не знает, как отпраздновать. По-настоящему праздник празднует праздник пустоты. Может быть, вы скажете, нет такого праздника? Да есть таких праздников полным-полно, братья и сестры. Потому что людям не важно, что праздновать, лишь бы с ног валило. Самое главное, это создать себе какое-то настроение, потому что уже ничего не достает и не цепляет. Разве это не беснование? А потом закончить человек свою жизнь где-нибудь вот так вот беснующийся, бегающий по гробам в пустыне. Пустыня это место, где нет Бога. уединился в эту пустыню росликов. Он жил в этой пустыне. Он жил в этой пустоте. И в этой пустоте дух злобы ему диктовал, что нужно делать, как нужно убивать. И потом сказал, напиши ненависть на своем сердце. Перечеркни свое сердце ненавистью. А Господь говорит, ненавидящий брата своего уже человекоубийца есть. Разве это небесовский сценарий? Разве не так произошло? Все по Евангелию. Все, как сказано в Священном Писании. И наши дети, и мы в пустыне интернета можем проводить огромное количество времени, и там все бесы сосут, как паразиты из нас энергию. А потом мы раздражительны, а потом нам нет времени друг на друга, нам не хватает сил друг на друга, потому что нас уже высосали, с нас уже все достали. Мы только часто говорим нас достали. Да нас просто достали, когда мы отключив мозги, подключились расслабиться к интернету, к этой огромной бездне, потому что она неисчерпаема. Это бездна пустыни. Дай Бог, чтобы нам выйти вовремя из этой пустыни. чтобы дух злобы нас не вел путями гнева, уныния, депрессий, зависти, злобы. Плод духовный, говорит апостол Павел в сегодняшнем послании. Радость, долготерпение, любовь, воздержание, на таковых нет закона, потому что они распяли свою плоть со страстями и похотьми. Кто духом живет, говорит дальше апостол Павел, тот духом и доходит. А кто духом ходит? Это тот, который может все то, что он почерпнул в Евангелии овеществить в своей собственной жизни. Желаю всем вам, дорогие братья и сестры, чтобы уходить от всякой пустоты, жить Богом, жить людьми, реальными людьми, невыдуманными людьми, которые в интернете, потому что в интернете это нереальные люди. Это царство теней. А царство теней в античности называли ад. Вроде есть и жизни, но это не настоящая жизнь. Это зеркальное отражение жизни. И как бы реально не отражался кто-то в зеркале, но тот, который в зеркале, это не настоящий, это иллюзорный. А для нас часто иллюзия занимает столько времени и сил. Мы столько можем свою там душу отдать на съедение этим теням, что уже потом ничего не остается для настоящей жизни, где есть настоящая любовь, настоящая дружба, настоящее уважение, настоящая доброта. И поэтому говорит нам апокалипсис, что в конце времен не будет ни веры, ни любви, ни доброты, потому что люди не будут жить реальной жизнью, а будут жить этой жизнью теней. Это очень важно сейчас вспомнить, потому что наши дети, особенно наши дети, они не умеют дружить, да и мы тоже не очень. И в заключение хотелось бы пожелать, чтобы когда мы приходим в храм Божий, то мы в храме чувствовали веру друг друга, чтобы вера друг друга исходила от нас как тепло, а это будет вдохновлять каждого на духовную жизнь. Вне церкви, вне храма Божия невозможно соприкоснуться с теплом веры и настоящей духовности. Здесь мы учимся друг от друга, здесь мы стоим друг с другом, здесь наше дыхание друг друга помогает приобщиться к опыту веры, духовной жизни друг друга. Поэтому пока будут люди жить нуждами, проблемами, верой друг друга, любовью, то тогда мы будем живы, и Антихрист не придет. Но если это уйдет из нашей реальной жизни, вот тут и будет конец для общества, потому что люди будут жить в том доме, в котором Бог не принимает никакого отношения. Он, как мы сказали, ад – это архитектура дьявола, которая постепенно выползает наружу. Всем Божьи благословения на предстоящую неделю трудов и молитв ваших. дьявола. Продолжение следует...